Поговорим о рождении посланника Аллаха, саламу алейху саламу. Пророк, алейху салату ассалам, родился в год слона. Календарь, которым пользуются мусульмане, это календарь по хиджри, связанный с хиджрой. Лето исчислений у мусульман начинается с момента переселения пророка, алейху салату ассалам, из Мекки в Медину. До этого не были известны даты. И люди называли даты, основываясь на каких-то событиях. Например, говорили, это произошло в год слона. Это произошло в год печали. И в такой или другой год, в соответствии с событиями, которые случались в эти годы. Год, в который родился пророк алейху салату ассалам, назывался годом слона. Что случилось? Почему он так назывался? Было войско, которое хотело прийти в Мекку и разрушить Кабу, чтобы никто не смог совершать паломничество Каби. Это войско, оно взяло с собой слонов, чтобы запугать людей. Когда они подошли к границам Мекки, то слон отказался идти вперед. Когда они поворачивали его в сторону Йемена, в обратную сторону, он шел. Когда же направлялись снова в сторону Мекки, он отказывался идти. Животное, которое ничего не понимает. Животное, которое не понимает наши слова, но, конечно, оно понимает, поминает Всевышнего Аллаха по-своему. Оно не смогло посягнуть на Дом Всевышнего Аллаха. Удивительно, что находятся люди, которые посягают на мечети, на Дома Аллаха, делают то, что не делает животное. Аллах полностью уничтожил все это войско. Аллах направил на них стаи птиц, которые бросали камни. И они погибли все. Люди обратили внимание, конечно, особо на это событие. И они поняли, что этот дом в Мекке, что это один из домов Аллаха, который обязательно нужно относиться к Нему с уважением и чтить Его. И поэтому положение тех людей, которые жили вокруг этого дома, вокруг Каба, оно возросло. Речь идет о Курайшитах. И они получили безопасность в Мекке. И они также обрели безопасность для себя, когда выходили из Мекки куда-то для торговли. Они отправились для торговли в двух случаях. Да, было два положения. Зимой они отправлялись в Йемен. А летом они ехали в Шам. Аллах даровал им вот эту безопасность внутри Мекки и вне ее. И вместо того, чтобы благодарить Аллаха, который подал им все эти милости, они поступили неблагодарно в отношении милости Аллаха и стали предавать Ему, что товарищи, поклоняясь иным богам. Пророк, салаллаху али салам, родился в этот год. В месяце Рабиа Ауэль. В понедельник. Но точная дата, когда это было, десятого или какого-то другого числа или двенадцатого, это неизвестно. Но даже если бы мы знали точную дату рождения пророка Алейсалата Усалам, все равно мы не имеем права совершать что-то в этот день, что нам не приказано пророком Алейсалата Усалам, как делают некоторые люди, празднуют этот день, устраивают какие-то торжества со своими детьми и так далее. Ни пророк не отмечал этот день, салаллаху али саламу. Ни сподвижники, да будет доволен имя Аллах. Как мы можем делать то, что не имеет никакого отношения к пророку, салаллаху али саламу? Аллаху али саламу.